Владимир Александр Григорьевич, лучшие ребята собранные, которые трудились на протяжении двух лет, 200 человек, 11 сотных отрядов. Ну ты же хотел. Так точно. Мы вам и отдали. Они готовы и еще. Ну и конечно, хотели поблагодарить и задать несколько вопросов. Это все вы делали? Ну не все. Демонтаж со специалистами. Сначала сиденья разбирали, плитку ложили. И даже в проектных работах участвовали с БНТУ. Молодцы, все правильно. Я со строя отряда многое чего в строя отряде научился. И то останется на всю жизнь. Поэтому, ну я в строя отряде ехал, потому что на было деньги зарабатывал. Заработать, конечно. Для того, чтобы пойти с 1 сентября учиться, надо было костюм купить, а было не за что. Поэтому в строя отряде мы зарабатывали. Ну я на миллиардации был. Я миллиарда. Это тяжелая работа. Это тяжелый труд. В воде. У ребят по 700-800 рублей была зарплата, но в целом они очень хорошо отработали, пощупали в профессии. А самое главное, они никогда не дадут это разрушить, а будут всегда. Они никогда, извини меня, швендаться по улицам, как наши те не будут. Это совсем другой студент, когда он побыл в строя отряде. Конечно. Совершенно другой. Но меня не надо было проучать труду. Я всю жизнь работал в деревне с детства. А вот городские с нами, побывав в строя отряде, совсем другие люди. Поэтому я это знаю. И сторонник того, вот уже у вас строя отрадовское движение, это ваш конек, можно сказать. Это неоспоримо. И вот так надо на себя подтягивать те направления, которые вы можете освоить, и которые нужны людям. Чтобы не говорить, что там БРСМ, это такая организация. Нормальная организация. Не надо на себя там лишнее брать, а потихоньку осваивать направление. Сюда отрадовское движение. Потом волонтерское у вас вот это движение. Вы помогаете старикам и прочее. Вы скоро будете стариками. Время летит мгновенно. Не просто быстро, а мгновенно. Не успеешь оглянуться. Слушай, уже... Поэтому старикам надо помогать. Хорошее дело. Притом, кто им поможет, если не... Конечно. И вот надо на себя брать эти направления и их развивать. То, что надо людям, это основа. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Меня зовут Иван. Я студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь. И сегодня самый ассоциируемый с вами вид спорта – это хоккей. Я футболист. Мы это знаем. Однако вы часто называетесь футболистом. И вот сегодня, где как не здесь, я могу задать вопрос вам о самых ваших, наверное, ярких впечатлениях о футболе, связанных с футболом. Самое яркое, Ваня, впечатление у меня – это когда я учился в школе и даже не в старших классах. И у нас, вот я проезжаю в деревню часто, там уже магазин построили, еще чего-то. А у нас там было в деревне футбольное поле. Деревенька, 30 домов, было две команды. Две команды, столько было молодежи, детей. И вот там я показываю, кто со мной рядом, и рассказываю, как мы играли на этом футбольном поле. Вот у меня это осталось. Потом я играл, и за колхоз меня приглашали, и в другой команде много я играл. Студенческий спорт, очень много мы играли в студенческие времена. Но у меня вот это осталось, вот эта деревенская закваска. Я тогда много бегал, занимался спортом, хотел быть футболистом. Но потом травмировал колено, оно потом мне аукнулось, и я перешел в хоккей, потому что мы Днепр рядом зачищали площадку на Днепре и играли в хоккей зиму. Но я малышом был, и до 10-го, 9-го класса совсем маленьким был. В 9-м классе я уже первым остался. Вот за лето я вырос, удивительно даже, до 190 вырос. А то был совсем малым. И приходил, взрослые обычно в хоккей играли, я приду, там валенки до колен, так, в ворота. А в этих ворота шайбы этой синяками приходил, но играл. Потом мне доверили уже играть в нападение. Поэтому играл и в футбол, и в хоккей. И когда проблемы с коленом наступили, я уже перешел играть в хоккей. Это уже будучи президентом. Поэтому я профессиональный всегда говорю футболист. И считаю, что это самый массовый, самый такой интересный вид спорта вместе с хоккеем. Хоккей быстрый стал, футбол тоже. Поэтому футболом рекомендую заниматься, но не рекомендую бегать по асфальту. Не надо бегать по асфальту, потому что это на суставы. Со временем это всегда вылазит боком. Вот, трава мягкая, занимайтесь. А самое, вообще, говорят, лучшее – это велосипеды плавные. Так что не забывайте и про велосипеды. Для сердца. Меня зовут Полина, я студентка Белорусского государственного медицинского университета. И у меня к вам вопрос... То есть ты врач? Да, я будущий стоматолог. Понятно, запишем. И у меня к вам вопрос касаемо наших значимых спортивных объектов, которые мы смело можем назвать мирового масштаба. Вот, например, 7 ноября вы открывали бассейн. Также рядом со стадионом «Трактор» уже практически возведен национальный футбольный стадион. Как вы считаете, эти значимые спортивные объекты – это и есть точки роста нашего спорта? Или же все-таки что-то большее? Нет. Вы знаете, вот председатель федерации футбола правильно говорит. Точки роста – это маленькие площадки, откуда тренеры, главная работа. Тренер пришел, посмотрел – а, вот этот, этот, этот. Тренер определит сразу, есть перспективы, нет. Забирают и ташит, тачит наверх. Вот оттуда надо растить детишек. Вся проблема у нас, я уже говорил, это физическое состояние спортсменов. Они физически не готовы отдельным видом спорта на самом высоком уровне выступать. Не готовы физически. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты, 90 минут, они не могут бежать на высоком темпе. А тут еще сегодня и соображать надо. Футбол стал очень быстрым. Я вспоминаю тот футбол, и, слушайте, это большая разница. Как в Одессе, две больших разницы. Поэтому физическое состояние. А оно откуда? От точек роста. А точка роста – это дети. Поэтому мы и во дворах, и стадионы. У нас уже этих площадок море. Ну, а главное – увлечь. Увлечь детей. С вами уже поздно работать в вашем возрасте. Да, поздно. Надо вот со школы там 7 лет, начинать с 6 лет работать. А по некоторым видам, вот как художественная гимнастика, ну, только они там в 3 года начинают растягиваться и так далее, и тому подобное. Поэтому молодеет спорт по всем направлениям, и оттуда начинать надо, и там точки роста. Если упустил, уже там лет 10-15, упустил, все, уже сложно будет. Сложно. Можно, но сложно. А если вы уже студенты, и спортом не занимались, ну, так лучше устроить ряды тогда. Поэтому точки роста во дворах. Все зависит от родителей. Я вот воспитывал старших детей совершенно по-разному, нежели младше. Для детей сейчас очень важна учеба. Спорт на втором месте. Третье – надо освоить язык. Английский язык. Великое дело, когда ты приходишь в какую-то компанию и прочее, ты свободно владеешь английским языком. Все сейчас разговаривают на английском. Это второй язык. Родной, следом, английский. Ну, и уже или футбол, или хоккей. Выдающиеся способности, если есть. Вот я наставил всегда музыку. Вот он музыкальную школу закончил, ну, как я по классу баяна. А младше уже фортепиано и прочее сейчас ездит с концертами по стране, куда пригласят. Ну, и помогают предвыборные компании. Поэтому вот 4-5 таких направлений ты должен у своего ребенка увидеть и их развивать. Многое зависит от родителей. Вот ты, чувствую, пошла из-за денег в стоматологию. Правда. У меня родители, папа у меня стоматолог, мама у меня медсестра в стоматологии. Понятно, богатые люди. Я шучу, конечно. Это очень, очень тяжелая профессия. Враж-стоматолог – это тяжелая профессия. Потому что вот спросил каждого. Ну, ты как, зуб пойдешь сверлить, лечить? Скажем, тяжело. Поэтому это непростая профессия. Ну, они у нас самые продвинутые люди. Я пошутил, что тем более традиции хорошие. Если отец и мать хорошие, еще стоматологи такие опыт передадут. Но не клановость. Да. Я против этого жестоко сейчас борюсь. Потому что у нас в здравоохранении появилась мода такая, может быть, где-то еще так. А мама, папа, родственники и прочее. И образуются кланы. Ты уже заканчиваешь университет. Мы тебя туда возьмем, сюда. Ну, можно сказать, мы уже это разрушили. Особенно, когда целевиков начали приглашать. Но с целевиками тоже будем смотреть. У нас получилось так, что слабовато подготовлены эти целевики. Поэтому будем и на это внимание обращать. Но когда появились целевики, то уже таким бедолагам, как я когда-то был, уже проще получить высшее образование. Ну и целевик – это договор. Я с тобой договорюсь, и я возвращаюсь там работать. В деревню поедешь работать. В хорошую деревню. Агрогородок. Нет, ладно, ну, стоматолог – это минимум районная будет больница. А если в каком-то агрогородке, то это уже солидная агрогородка. Ну, скажешь ему потом на правду. Спасибо. Ну, а что мы шлендались по улицам? У нас есть молодежная отряда, она правопорядка. Ребята, которые тренируются и сами готовы оказать сегодня поддержку. Это очень правильно. Вот это то, что сейчас происходит. Порядок на улицах мы должны наводить сами. Вы сами. Сама молодежь. Поэтому есть тоже вопросы. Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Кузлова Рината. Я студентка третьего курса. Белорусского национального технического университета. Вот мой вопрос. Молодежь относит к категории мягкого электората, который сейчас определяется своим выбором в режиме «здесь и сейчас». Вместе с этим патриотически... Мягкий электорат. Есть только нового. Вместе с этим патриотически настроенные молодые граждане Беларуси, обладающие электоральным правом, формируют мощное ядро в общественных организациях и объединениях. В частности, отряда охраны правопорядка БРСМ. Мы вместе с ребятами совместно патрулируем с органами МВД и МЧС. Ведем активную разъяснительную работу в своей среде. Считаете ли вы такой опыт и соответствующий набор компетенций полезных в процессе функционирования избирательных комиссий и участников? Почему бы нет? Глава администрации как раз этим занимается. Это нормально. Ребята сами предлагают. Очень интересно это. Кто против них там рот раскроет или еще что-то? Очень интересно. Нам важно ваше мнение. Тем более. Я тем более. Это уже вы, это наше будущее. Но я почему вас всегда поддерживаю? Я ведь сам пограничник. Служил в погранвойсках. У нас были, мы их называли ЮДПятые. Юные друзья пограничников. Поэтому я их формировал. Я политотделе служил в последний год. Уже я формировал их. Я с ними работал. Это такие были бойцы. Пограничники иногда не срабатывали так, как помощники наши. Они расскажут, какой зверь прошел, не то что человек. Все, нам легко было на границе служить. Потом я столкнулся с молодежью, которые правопорядок нам помогали с милицией, дружинники. Я всегда с ними сталкивался. И когда я президентом, почему вы и появились? Я все время упрекал силовиков. Почему? Почему у вас нет этих помощников? Когда я помню сам, молодой, идет там милиционер старший с пистолетом, ты там рядом. Нас готовили. Мы учились и стрельбе. И самбо я занимался. И это как-то поднимало молодежь. Я вот иду, порядок обеспечиваю. А порядок должен быть. Нам надо сохранить и даже усилить тот порядок, который у нас есть. Еще раз говорю, это для вас и ваших детей. Особенно для детей. Вот иностранцы приезжают к нам. Мы же говорят, слушайте, да в Беларуси можно ребенка там в парк отвезти, отпустить. Он никуда не убежит. И никто его там не обидит. Это дорогого стоит. Это не дешево. И если еще вы подключитесь, ну так это еще дешевле будет. Вы же за это деньги не получаете. Вы делаете это для людей, для себя, для народа. Поэтому вот это мое понимание. И еще раз подчеркиваю, вы то и появились, потому что я к этому подталкиваю силовиков. И очень много из вашего коллектива людей уходит и в силовые структуры служить. Очень много. Классы появились сейчас. После 20-го года, когда вы бродили с пивом по Минску тут, после этого спохватились и думаю, страну потеряем. Особенно молодежь. Молодцы. Страну же потеряем. Вы же не мне хуже сделаете. Вам жить. Поэтому вы молодцы. За вами будущее. Я вам говорю, это искренне. Спасибо. У нас есть такая традиция. Каждый объект, к которому прикоснулись бойцы студотрядов, есть такая символичная каска, на которой обычно главный руководитель оставляет автограф. Вы уже оставили автограф на футбольном мяче. Мы не хуже. И эти ребята активно трудились. Будьте добры. Напустое для молодежи, для студенческих отрядов. Не буду напустое, когда приду к вам, тогда напишу. А тут просто распишу. Боюсь, что-то неважное написать. А надо то важное. От вас все важно. И если позволите, фотографию вместе с ребятами на добрую память. Ну давайте попробуем. Все, внимание. Спасибо. Кто заплачет, я не знаю. У него денег мало. Может быть, Владимир Евгеньевич за фотографии заплатит. Мэр Минска заплачет. Хорошо? Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Спасибо. Успехов вам.